Девочка-пай Приветствую всех на своем канале Ну что, вот уже лес подготовился к зиме Сбросил свою желто-красную красоту Которая была еще неделю назад, наверное, или чуть-чуть больше Хотя еще тепло на улице, больше 10 градусов Есть зеленая травка, но деревья стоят уже без листвы Все довольно однообразно стало Ну разве что, может быть, плоды боярышника, ярко-красные Вносят свою такую яркую нотку Ну в основном уже все Ну а мы продолжаем свою тему И я хочу показать вам самый дорогой нож на своем канале Сразу скажу, что этот нож не мой Нож одного очень хорошего человека Который для определенных целей решил этот нож приобрести Но в своей стране не нашел его Поэтому попросил его купить в Украине меня Уже через несколько дней я передам этот нож владельцу И он сделает очень хороший, подробный, качественный обзор Но мое же дело просто сделать небольшой осмотр Показать вам этот нож Рассказать какие-то общие данные ТТХ и так далее Какие-то, может быть, какие-то свои ощущения поверхностные И все Это Боб Дозер Нож называется Сарканзас Хантер Нож действительно довольно дорогой Нож мощный Но в то же самое время Можно сказать, что он Наверное изящный что ли Такое сочетание мощи и изящества Во-первых, потому что он очень хорошо Очень качественно обработан Во-вторых, его сведение Оно достаточно тонкое, деликатное Во-первых, здесь вогнутые спуски от его ножа Во-вторых, угол подводов Довольно острый, довольно маленький Но я точно не могу вам сказать Точно вам скажут, что, опять же, владелец, я думаю, ножа Я скажу только общие какие-то вещи Очень простая Простые ножны Качественные, но достаточно простые Хорошая, качественная кожа Здесь вот выбит, наверное, герб Бекера Единственное, что меня привлекло Мое внимание привлекло в этих ножнах Это то, что вот хлястик Составляет единое целое с ножнами Нет никаких заклепок Там внутри, знаете, вот если внутри заклепка То она может царапать поверхность клинка Здесь этого ничего нет Это единое целое Это достаточно интересно и привлекательно Не всегда и не в каждом ноже Не в каждом ноже есть такая вещь В принципе, все по нужным Теперь нож Он мощный Почему? Потому что это фуллтанг И толщина обуха здесь больше 5 мм То есть где-то там практически 5,5 мм Поэтому он мощный Здесь Довольно большой упор Опять же, я точно не замерял Но больше В районе 5 мм 5-6 мм Длина клинка чуть-чуть больше 9 см То есть все указывает на то, что этот нож Холодное оружие Но на большинстве украинских ножевых магазинов Написано, что нож Хосбыт Я не знаю, может быть они лукавят Может быть действительно кто-то проводил тесты Но Написано На одном только магазине я нашел Что это Написано, что это холодное оружие На всех остальных, где я видел Написано, что это Хосбыт То есть, что нож не является Холодным оружием На всяком случае, купил я его, естественно Без особых усилий Здесь, значит Накладки из Мекарты Очень хорошо Очень качественно Полированы Просто буквально в зеркало Такое ощущение, что они еще покрыты Каким-то лаком Все блестит Все играет Клинок тоже полированный Очень хорошо И больстер Тоже полированный Из белого металла Он так сливается с клинком Очень хорошо заполированные Заклепки Отверстие под темлячок есть С трубочкой Есть здесь Вставочки Проставочки Из фибры Из красной Может быть Не будет видно их В камеру В объектив Но они здесь есть Все очень хорошо Все просто замечательно В руке этот нож Ну, опять же Естественно Вряд ли кто-то будет Рубить дерево Этим ножом Что-то еще Делать такое тяжелое Из-за чего Рукоятка Такая Гладкая Полированная Скользкая Может Будет способствовать Тому, что нож Будет выскакивать Из руки Но с другой стороны И при разрезании мяса Чего-то жирного И мокрого Тоже в принципе Есть такая возможность Вероятность Что нож будет скользить Потому что Опять же Очень заполированная Такая рукоять Вот это вот Мне лично Самому интересно Как это будет происходить Я надеюсь Что владелец ножа Сделает Нам куриный тест Где мы увидим Что Как себя ведет Нож Как себя ведет Рукоять Когда она в жру Там В воде Еще в чем-то Сталь здесь Не помню Говорил Нет Если я говорил То повторюсь Сталь CPMD2 Тоже Достаточно Редкая Как мне кажется Сталь Для ножей И мне лично Будет самому интересно Узнать Как она себя ведет Ну и Владелец тоже Мне говорил Что у него Если не ошибаюсь Нет ножей С такой стали Ему самому интересно Будет Я думаю Что и Зрителям Тоже будет интересно И его канала И тем Кто сейчас Смотрит меня Хотя я думаю Что Зрители Моего канала Практически все Являются Зрителями Его канала Ну в общем Такой каламбур Небольшой Это в принципе Наверное все Что я хотел Об этом ноже Сказать Все что Я мог сказать По крайней мере О нем Сейчас я просто Вам хочу предложить Посмотреть Видео Зарисовочку Которую я Сделал С этим ножом Ну и Опять же Подробный обзор С тестами Я думаю Что Сделает В скором будущем Владелец этого ножа Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok